Главный тренер команды «Акбуза-2» Антон Роднев, Антон Владимирович, я, наверное, начну с того сражались, вы неплохо и вчера, особенно вчера и сегодня, но вот что не хватило, как прокомментируете, что не хватило вашей команды, ну, скажем, что не был хотя бы такой разрыв в счете? Ну, по вчерашней игре, конечно, не заслужили такой разрыва с этим объективным, вчера не хватило реализации, простой реализации, когда мы изобили криссию Метрову, вратарь Волгограда отлично сыграл, а сегодня, сегодня это полный провал команды, ребята, скорее всего, не хотят или не могут, мы будем разбираться с этим, они будут, естественно, наказаны, поздравляю команду Волгограда, с очками, с хорошей игрой, но нам, в первую очередь, нужно было при такой разнице наиграть самых молодых ребят с 7-6 год рождения, это было в нашем приоритете, вот, а что касаемо вчерашней игры, то концовку провалили с 22-й минуты, в 30-й, не реализовав свои моменты, вчера нужно было забирать, не сыграли, а сегодня полный провал, без вариантов вообще. Вчера и сегодня, первые 10 минут, ваша команда, такое было впечатление, что она либо обескуражена, либо немножко испугалась соперника, вот именно первые 10 минут, хозяева создали сразу разницу, практически плюс 5-6, и начали ее удерживать. Ну, нет, боязни, я думаю, не было никакой, опять-таки, если посмотреть на вратаря, там 57, по-моему, было процентов после первого тайма, просто у нас полусредние сыграли 6-1, 6-1 по окончанию первого тайма, левый, правый полусредний. На каких очках может здесь речь, если ребята даже 10% не могут забить, это самое главное. А второе, у нас все-таки мужской вид спорта, и все мужчины, а у нас надо юпочки, наверное, одеть некоторые, ребята, ни одного мужчины в команде я не увидел. Это самое главное, нет мужского, ничего, и не только, наверное, в моей команде, у многих командах, это, наверное, такой рок какой-то, что очень много девочек в команде в мужском гонболе, к сожалению. Поколение, наверное, такое, я не знаю, когда был таймаут, я им сказал, ребят, есть хоть один мужчина, который просто может подраться, у меня без разницы на красные карточки, на синие, у нас есть хотя бы один человек, который может просто подраться. Оказывается, нет. Ну, купим юпочки, попрошу Горбатева Александра Валерьевича перешить форму, купим юпочки им, и пусть ходят в юпочках, что делать? Ну, может, в Шотландии будет заказать, там уже кивилках ходят. Да, 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 в Шотландии можно будет. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам, приятно играть, у вас постелили новые полы, очень приятно, и встречали, все замечательно, большой привет Волгограду, мы вас очень любим. Отдельный привет Богдаше Кольцову, моему землячку, вот, так что спасибо вам большое. И еще я не могу не спросить, весь прошлый сезон до нас долетали слухи, не слухи, и журналисты писали, что у вас катастрофическая ситуация с главной командой, там, я не знаю, что в молодежке, как сейчас? Потому что я всегда тяжело переживаю потери любого клуба, когда исчез Сунгуль, там, неважно. То есть потеря любого клуба для спорта, это катастрофа. Как сейчас дела обстоят? Ну, во-первых, это было не в прошлом году, а позапрошлом, то есть позапрошлом сезоне, скажем это так. Позапрошлом сезоне была катастрофическая ситуация у нас. Наш учредитель, единственный учредитель, прекратил финансирование полное. Мы 8 месяцев сидели без зарплаты. По сей день мы не получили эти деньги. Да, наверное, уже и не получим, потому что никому до этого нет дела никакого. Наш учредитель ничего не хочет делать. А мы просили, ну, наши звонки и вопросы остались без ответа. Но, когда, как только узнали о том, что у нас катастрофическая ситуация, наше руководство, руководство республики и руководство города, в частности, Министерство молодежной политики и спорта республики Башкортостан, они объединили два клуба, женский и мужской, в одно. И начиная с того сезона, с начала того сезона, это с лета, мы поменяли название, был полный ребрейдинг, новый директор у нас, новый учредитель. Учредитель у нас стал Министерством молодежной политики и спорта. И с прошлого года ни одного вопроса по финансированию у нас нет. То есть все вопросы закрыты, кроме долгов, которые висят на старом учредителе. Хотелось бы передать привет, может, услышит кто-нибудь нас. И когда-нибудь мы, подчеркиваю, вся команда, весь коллектив молодежного состава, весь коллектив первой команды, тренерский состав, у всех кредиты, у всех жизнь. Но наши мольбы остались без ответа. Может, кто-то услышит и нам кинут косточку, скажем так, чтобы мы до конца закрыли свои долги, с которыми мы жили 8 месяцев. Многие ребята сейчас играют в других клубах, чтобы фактически на 100% развалилась команда, пришли новые люди. А молодежный состав мы только собрали вот этим летом, когда уже началось финансирование. Нормальные люди к нам начали идти. В Суперлиге команда преобразилась. Я надеюсь, и в молодежке будет так же. Пока у вас нет побед, но все придет. Желаем успехов и спасибо за игру. Спасибо. Всего доброго. До свидания.